Житель старого города Владимир Янушко пригласил нашу съемочную группу полюбоваться диковинным для новгородских широт событием – цветением грецкого ореха. Южное дерево он вырастил сам и уже собирает урожай. Серафима Корша приняла приглашение. Ему, да, вот это отпущу. Вот она вот так наклонится, да? А когда листья, листья мощные здесь у них, да? Она еще ниже опустится. Такие несложные, но важные манипуляции, пожалуй, единственное, что Владимир Казимирович делает для орехового дерева. В остальном растение оказалось не особо привередливым. Ни дождей, ни морозов, ни палящего солнца не боится. Разве что к почве относится с долей осторожности. Поэтому в саду прижилось не сразу. Пришлось неоднократно пересаживать с места на место. В итоге здесь, возле дома, южному гостю понравилось больше всего. Здесь культурный слой. То есть то, что люди за тысячу лет навозили, да? Вот тут это и есть. То есть это секрет успеха, можно сказать? Да, да, это точно. Я уже проверил. Проверка оказалась длиною в 40 лет. Именно тогда теща Владимира Казимировича впервые привезла в Новгород три сеянца. Кто есть кто, было непонятно. Так что сажали наугад. Из одного получился тот самый грецкий орех. Другой был похож, но по своей природе отличался. Оказалось, сибирский. Дерево выросло до 20 метров в высоту. Загораживало все окна. Ветки свисали прямо на крышу. Пришлось спилить. Дерево сибирского ореха спилили еще пять лет назад. Но во дворе до сих пор можно найти память о былых временах. В траве лежат вот такие плоды. На эту тему хозяин не ностальгирует. В саду уже подрастает новое поколение семейства ореховых. Малышу чуть больше пяти лет, а значит, скоро начнет плодоносить. Так что урожай в июле будет богатым. В прошлом году с соседнего дерева удалось собрать целое 12-литровое ведро. Главное, говорит Владимир Казимирович, избавиться от врага. Рядом с грецким орехом поселился другой южный товарищ. И имя ему борщевик. Вот это уже скошенный был, уже мощнее идет. А вот этот, вот этого года, вот он, борщевик. Если его не выкопаешь с корнем, срежешь во время кошения, значит, все это произрастает. Косить в саду бесполезно. Каждый день сюда ветром заносят новые семена. Все потому, что в 100 метрах от дома находится целая плантация борщевика. Бороться пытались, но живучие зеленые недруги только расширяют масштабы. И уже поселились во всех окрестных садах. Самая большая проблема найти хозяина этой территории. Судя по оставшимся строительным материалам, он благополучно сбежал, испугавшись нашествия ядовитых зонтичных. Владимир Казимирович надеется, что на поле боя собственник участка все-таки вернется. Ведь один в поле не воин. Серафима Карша, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.